Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Несмотря на то, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, Армения продолжает грезить реваншизмом, а западные страны ей в этом помогают. Об этом сегодня заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, выступая на первом заседании нового состава парламента страны, избранного 1 сентября. Полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открыло перед страной новые возможности. Однако, несмотря на это, Армения продолжает грезить реваншизмом. Там не смирились с итогами войны в Карабахе и восстановлением нами своей территориальной целостности. По словам Алиева, внешние силы, недовольные усилением Азербайджана, периодически проводят в отношении страны грязные кампании, в надежде, что Азербайджан когда-нибудь спотыкнется и ослабнет. Кроме того, глава азербайджанского государства подчеркнул, что последние шаги Армении по мирному договору можно назвать неадекватными. Президент указал на тот факт, что Ереван предложил подписать мирное соглашение, исключив из него серьезные пункты, по которым стороны не договорились. Алиев считает, что это свидетельствует о нежелании Ереванам мира. Алиев также пояснил, что азербайджанские силы закрепляются на условной границе с Арменией, потому что от Еревана в любой момент можно ждать провокаций. И в этом Армению снова поддерживают на Западе. При этом он предупредил Ереван и тех, кто его поддерживает, что с Азербайджаном нельзя разговаривать на языке ультиматумов. Алиев также обратил внимание на то, что закрытие на протяжении нескольких лет сухопутных границ Азербайджана спасло страну от очень больших катастроф. Глава государства отметил, что азербайджанскими службами периодически пресекаются очень опасные действия. Президент Азербайджана отметил, что из-за неутихающих реваншистских тенденций в Армении и военной помощи ей иностранными государствами, Баку приходится продолжать вооружаться и модернизировать свою армию. И это, по словам Алиева, на сегодняшний день задача номер один. Глава государства отметил, что если Азербайджан будет уделять меньше внимания военной сфере, то в будущем страну могут ожидать проблемы. Он отметил, что на военных заводах Азербайджана проводятся масштабные работы по модернизации. Производятся новые оборудования, техника, оружие и боеприпасы, которые в том числе поставляются в десятки стран. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в ближайшее время проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча двух лидеров может состояться в Нью-Йорке, куда и Эрдоган, и Пашинян прибыли для участия в Генассамблее ООН, сообщают турецкие СМИ. Как сообщают средства массовой информации, Эрдоган проведет двусторонние встречи со многими мировыми лидерами, в том числе Пашиняном, которых примет в турецком доме. Накануне Реджеп Таип Эрдоган на встрече в Нью-Йорке с представителями ряда аналитических центров США в очередной раз обратил внимание на то, что Азербайджан и Армения получили шанс для обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, которым важно воспользоваться. По его словам, принципиальной позицией Турции является вклад в устранение разногласий, мир и укрепление добрососедских отношений. Эрдоган указал, что для достижения этих целей необходимо укреплять многополярный миропорядок. Напомним, в Нью-Йорке завтра стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Азербайджанскую сторону на Генассамблее будет представлять глава МИД Азербайджана Джихун Байрамов. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Оппозиция в Армении объявила, что с начала октября возобновит антиправительственные акции протеста с требованием отставки премьера-министра страны Никола Пашиняна. Об этом накануне заявил лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграм Галстанян. В ходе большой встречи со своими сторонниками в спортивно-концертном комплексе в Ереване. По его словам, первую акцию протеста они проведут 2 октября вечером на площади Республики в Ереване. Посоветовавшись с нашими сторонниками, мы приняли решение возобновить активную борьбу 2 октября, собравшись в 17.30 на митинг на площади Республики. Мы возобновим активную борьбу, упорную, неотступную, с гарантированной победой. Мы не имеем права на ошибку. Подробности, какую именно тактику протестов оппозиция выберет, Галстанян не раскрыл, но заявил, что главной целью оппозиционного движения по-прежнему остается свержение действующей власти. По его утверждению, оппозиция якобы уже запустила правовые механизмы для привлечения власти к ответственности за потерю Карабаха и прочие проблемы, с которыми столкнулась Армения. Галстанян назвал несколько целей нового этапа протестов оппозиции. Правда, эти цели, как видно, не отличаются от ранее озвученных оппозиции. Так, Галстанян намерен вернуть тему Карабаха в международную повестку, создать новое правительство в Армении, которое бы объединило всех. Также он обвинил Пашиняна в том, что история Армении сегодня якобы пишется в Баку. Несмотря на стремление Галстаняна объединить оппозицию, в ней произошел очередной раском. Так, после заявлений Бакрата Галстаняна о новом этапе протестного движения оппозиции, радикальный блок, национально-демократический полюс сообщил о прекращении сотрудничества с оппозиционным движением во главе с мятежным архиепископом. Напомним, протесты в Армении во главе с архиепископом Бакратом Галстаняном с требованием смены власти начались в апреле этого года, после того, как Армения и Азербайджан договорились о начале делимитации границы. Летом Галстанян признал, что движение не добилось своих целей и заявил о том, что осенью оппозиция сменит свою тактику. Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева с сегодняшнего дня начинает выплаты пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в фонде. В организации отметили, что в фонд Муслима Магомаева поступило более 140 миллионов рублей. Из них более 76 миллионов от 25 юридических лиц и более 63 миллионов от физических. Первое пожертвование в фонд на общую сумму 100 миллионов рублей сделали президент «Крокус Групп» Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов. В организации отметили, что после трагедии многие друзья семьи Агаларовых и артисты, выступавшие на сцене концертного зала, выразили желание оказать пострадавшим финансовую поддержку. С просьбой о помощи поступила 341 заявка. Всего же в теракте пострадал 551 человек. В фонде сообщили, что после обработки заявок было установлено 12 категорий пострадавших. На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими необходимые документы. В первую очередь программа ориентирована на помощь детям-сиротам, оставшимся без одного или обоих родителей, родителям-пенсионерам погибших, а также людям, получившим тяжелую инвалидность и нуждающимся в дальнейшей медицинской помощи и реабилитации. Сегодня также стало известно, что российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в Крокус-Сити-Холле почти 45,5 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя выплаты родственникам погибших и банкам по ипотечным кредитам. Террористический акт в концертном зале Крокус-Сити-Холл в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительский зал. Погибли 145 человек. По делу о теракте были арестованы 12 человек, среди которых в том числе иностранные граждане. Вчера, 22 сентября, исполнилось полгода после теракта. Люди весь день несли цветы и свечи к Народному мемориалу у Крокус-Сити-Холл в память о жертвах трагедии. А в Никольском соборе недалеко от места трагедии прошла панихида. Новости короткой строкой. Сегодня в Карабахском университете в Ханкинди стартовал учебный процесс. К учебе в первом открывшемся на освобожденных азербайджанских территориях ВУЗе приступили 1104 студента. 20 сентября университет был торжественно открыт при участии президента Ильхама Алиева. 19-летний парень разгромил могил руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест, переместил фотографии, разбросал цветы. После этого вандал попытался скрыться, но его задержали охранники и передали полиции. Семья ушедшего из жизни 8 сентября Маслякова и администрация кладбища написали заявление в полицию. Задержанного отправили на экспертизу на предмет вменяемости. Турецкая компания «Байкар» представила видео с испытаниями новейшего беспилотного истребителя «Байрактар» Кезил-Элма-ПТ-3. Как отметили, в компании взлетно-посадочные испытания прошли успешно. Главная особенность этого беспилотника заключается в его способности нести широкий спектр вооружений, включая ракеты «Воздух-воздух», «Воздух-поверхность», а также различные типы бомб. Во Франции студенты во время археологических раскопок нашли записку 200-летней давности. Изучая остатки гайской деревни возрастом около 2000 лет, они наткнулись на глиняный сосуд. В нем оказался стеклянный флакончик записка археолога XIX века. На прекрасно сохранившемся листке было написано «Пи-Жи-Фере, уроженец Дьепа и член различных научных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года». Как отметили в научном сообществе, данная записка уникальна тем, что ранее археологи не оставляли таких посланий. На этом у меня все еще больше информации на портале москвабаку.ру и в нашем телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео. До свидания.